Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и я не знаю, как у вас, но у меня сегодня динозаврие настроение. Именно поэтому я вместе с вами решил наконец-таки поиграть в легендарную игру под названием Ark Survival Evolved. А если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Я пытался зайти на один из серверов, но, к сожалению, там всё завалено, там всё застроено, и мне кажется, в таких условиях разобраться будет невозможно. Поэтому я принял решение пока поиграть в одиночную игру. И уже прямо со старта можно наблюдать офигенных динозавричей! Это же Птеранодоны! Дружище, хотя, возможно, он называется как-то по-другому. В арк я никогда не играл, я знаю, что здесь можно приручать динозавров, какой же он величественный! Можно на них кататься, дрессировать и так далее. Возможностей очень много. Но сейчас я сделать ничего не могу, потому что я обычный голый мужик в джунглях. Что я вообще могу? На что я вообще способен? Ладно, давайте-ка сразу перейдём к крафту и посмотрим, какие вещи мне нужны на данный момент. Каменная кирка и факел. Для каменной кирки потребуется древесина, камень и солома. Для факела дерево, кремень и камень. Ладно, начнём с кирки. Но всё-таки я хочу подойти на него посмотреть. Эй, летающий друг, как тебя зовут? Птеранодон? Да, я был прав. Конечно, он немного отличается от каноничного, да, Птеранодона, который существовал в нашем мире. Но выглядит круто. Это самка всего лишь пятого левела. Возможно, я даже смог бы её победить. Но я не буду рисковать. Мне страшно. Вот это уже мой калибр. Здорово, это Додо, да? Здорово, птичка, да? Это самец Додо 28-го левела. Вот чё-то страшно. Ладно, просто подойду, побью деревья. Я знаю, что здесь первые ресурсы добываются именно кулаками. Да, в этой игре решает грубая сила и никак иначе. У нас уже есть древесина, есть солома и можно будет скрафтить кирку. Давай же полностью сломаем это дерево уже до конца. Насколько мы его проломили. Ага, здесь не отображается. Просто меняется текстурка. Ессс! Я победитель деревьев. Оно исчезло. Я думал, появятся какие-то брёвна. Теперь мне нужны камни. Камень есть, камень есть, камень есть. И ещё парочку камней я бы взял с удовольствием. Ну а теперь можно скрафтить ту самую кирку. Поехали. А как её крафтить-то? Ха-ха-ха-ха! Так, наверное, здесь, да? Во! Отлично, кирка начинает крафтиться. И смотрите-ка, удалось поднять левел. Правда, я не знаю, какие характеристики наиболее важны. Сейчас давайте я, наверное, прокачаю еду, потому что она стремительно падает, и это никуда не годится. Так, куда от меня отправили? Энграмы. Я еду хотел прокачать. А, я прокачал. Замечательно. Пу-у-у, теперь можно изучить здесь каменный топор. Я бы костёр себе сделал. Каменный топор, а вот на копьё уже не остаётся. Каменным топором я смогу рубить хищников, если вдруг они на меня нападут. Ну а костёр будем разводить, потому что человек замерзает. А это логично. Итак, у меня есть каменная кирка. Теперь давайте посмотрим, что нужно для костра. Камень и кремень. Самый главный ресурс, который сейчас нужно найти. Ты куда в меня идёшь-то? Ладно, ну давайте здоровье прокачаем. И здесь я бы хотел всё-таки получить копьё. И какую-нибудь одежду явно не помешает прокачать. Для одежды нам нужно волокно. Волокно, скорее всего, добывается тоже из древесины. Так, ну мясо я поем. Отлично. Там ещё какой-то есть странный мистический зелёный кристалл, к которому бегут другие динозавры. Они собираются возле него. Не знаю, что это такое. Давайте лучше я поищу кремень. По идее... Используйте только руки или факел для сбора ресурсов. Ладно. По идее, кремень должен отличаться от камня внешне. Он такой, более-более другой по цвету. Но я не знаю. Или всё-таки придётся кремень добывать с помощью кирки? Да! Вот, кремень добывается из больших валунов. Это здорово. Теперь у нас есть костёр. Но пока я разожгу его... Так, это нам не нужно. Именно в этом месте. Ремесло. Камня мало, друзья. Мало камня. Отсюда добывается только металл и кремень. Ну, немного камня. Не знаю, нужно ли мне такое количество кремня. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я не со зла. Оно всё развалилось. Я не специально. Это был вообще не я. Офигеть. Можно даже такие большие валуны собирать. Пипец. Камней реально разбросано очень много. Щедро. Прям-таки щедро. Будто бы они растут из земли. Ну что, должно хватать, по идее, мне кажется. Хочу костёр. Хочу, чтобы было тепло и уютно. К тому же, мясо было бы неплохо пожарить. Сырое мясо, это хорошо. Но жареное мясо, это приятнее. Потому что там не будет различных паразитов, инфекций и прочих гадостей. Снова повышение левела. Офигеть. Ну, я не знаю, что качать. Давайте вот вес переносим и будем увеличивать. И тут что-то не помешает прокачать. Может спасти от жажды, но протекается время. Меня матеряет воду. Бурдюк. Тканевые перчатки. Ну, воды у меня очень много. Хотя, скорее всего, вода-то солёная. Я ведь возле океана нахожусь. Ну, пым-пым-пым. Сделаем тканевые перчатки. Или бурдюк. Ну, бурдюк, окей. Изучу бурдюк. Потом тканевые ботинки. Так как босиком бегать. Ну, прикольно. Но не очень. Так, Сэм. Что дальше я хотел? Дальше я хотел костёр. Который я, в общем-то, сделал. Теперь его нужно установить. Так, с костёр у нас пускай стоит. Ну, прям на берегу, на солнце. Давайте в теньку его поставим. В теньке. Вот так. Можно подобрать в течение 30 секунд. Владелец племени игрока-человек принадлежит лично человеку. Ура! Я, друзья, человек. Приятно быть человеком. В конце до концов в мире динозавров. Вот только мне бы как-то... Как бы как-то его поджечь. Так, посмотреть инвентарь. Смотрите-ка. У костра есть инвентарь. Если положить туда древесину... Зажечь огонь! Друзья! Ха! Как будто Прометей спустился и даровал нам это чудо. У меня есть пламя. Прекрасно. Ну что, дальше продолжим добывать древесину. Если я буду замерзать, будем согреваться. Волокно сейчас нужно. Вот это важно волокно. А как его сделать? Копье? Волокно. А где волокно-то берется? Конкретно скрафтить волокно я не могу. Хотя его можно. Наверное, было бы скрафтить из соломы. Но таких рецептов я не знаю. Это прям плохо. Быть может, волокно добывается из-за растений поменьше. Например, вот таких. Нет. Солома, солома, солома. Как быть с волокном? Дофигища соломы и ноль волокна. В прокачке нельзя прокачать волокно? Нет. Здесь уже идут различные строения. Рогатки. Какой-то поводок. Или на что это похоже. Я не знаю. Волокна-то нет. Волокна-то нет. Так, ладно. Все тут отменяем. Ну, пум-пум-пум. Вот это прям проблемка для меня сейчас. Волокно собирается с... Оно растет из земли. Друзья, подходишь? И вот и ягоды тебе, и волокно. Забавно. Многие ресурсы просто-напросто не подсвечиваются. Я привык, что в выживалках ты наводишь курсор, прицел на объект. И тебе говорят, Александр, имейте в виду, это ягоды. Их нужно есть. А вот это вот... Вот это. Из вот этого делается вон то. Я такой, окей. Окей, спасибо, игра. Я бы сам не догадался. Ну, а здесь придется подключать инстинкты первобытные, чтобы понимать, где и что, и как. Ну, что, волокна вроде насобирали немало, да? Можно бы и скрафтить. Дерево не хватает. Мне топор бы вообще не помешал на самом деле. Киркой-то деревья вряд ли добываются, да? Добываются киркой деревья? Ну, скорее, больше соломы. Древесины мало. Вот куда мне столько соломы, что я буду из нее делать? Дофига мне столько соломы, ее реально очень много. И, знаете, я, наверное, все-таки перееду отсюда. Место не самое удачное для жизни. Здесь просто мало пространства. Это какой-то непонятный островок, на котором толком ничего нет. А костер мой потух уже, да? Давайте все-таки переедем, а? Выберем открытую местность. И вот эта возвышенность возле дерева мне кажется приятной, привлекательной. Опа, 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 опа. Новые динозаврики. Неужто это Дилка? Старый добрый брат Дилкозавер. Ха-ха. Ну, че, наверное, не стоит, да, к нему подходить ближе? Начнет грызть, меня кусать. Там вон травоядная мега-черепаха! Это же мега-черепаха! Она застряла в песке, и этим можно воспользоваться, пробить ей панцирь и съесть внутренности. Черепахер Карбанемис. Уровень 28. У тебя не самое лучшее, да, положение вещей? Это же... Это же как тебя зовут? Остановись. Мосхопс. Это вообще один из первых представителей рода динозавров. А это Какаха. Большая и огромная динозаврия Какаха. Так, братан, Паразауролов никогда не мог выговаривать и запоминать это имя. Паразауролов. Ты же Дилка, да? Дилофазавр! Не выпускай в меня свои яды! Я убегаю. Да, я знаю, что настоящий Дилка не пускал яды, но в игре-то, видите, это Паразауролов, скрещенный с каким-то спинозавром. Не, ну серьезно, откуда у него эта пластина? Выглядит он грозно, и к тому же это самец. А это самочка, да? Красненькая. Да. Ну что-то я засмотрелся на динозавров. Давайте побежим вперед. И, как я понял, это одиночная игра сюжетная. То есть там было так написано, когда я ее создавал. Но какой может быть сюжет в Выживалке? Честно говоря, неизвестно. Но дороги проложены. Ведущие как раз-таки наверх. Стегозавры. Класс. Я уже хочу себе приручить какого-нибудь динозавра и как следует его оседлать. Блин, устал немного. Даже фиолетовые динозавры есть. Странный внешний вид. Почему не фиолетовые? Да, друзья, это почти идеально. Офигеть! Зауроподище какой! Вау! Вау, вау, вау! А его можно будет в дальнейшем оседлать. Класс! Вот это прям класс! Если построить здесь дом, он же будет бродить и ломать его. Но все равно для жизни я выбираю эту местность. Она открытая, просторная. Здесь можно будет установить постройки. И давайте начнем, разумеется, с костра. Нужен костер. Так, ремесло. Для костра не хватает камня, да? Что ж ты будешь делать-то? Так, может быть это... Нет. Не весь камень добывается, а понять какой добывается, а какой нет. Во, камень! Как раз, друзья, можно будет делать каменные постройки, потому что здесь много кремня. Ну и камень, конечно, есть. Так, отлично. Вот теперь, да, почему я постоянно тап нажимаю? Можно перейти к созданию жилища. Начнем с костра. Поехали далее. Я скрафчу себе копье. И хотелось бы, ну, хотя бы штаны сделать. Не говоря уже о ботинках. Левел прокачали. Давайте еду возьмем. И тканевую бандану. Нужно приодеваться. Соломенный фундамент. Фундамент для возведения построек на нем. Этот основан на деревянной раме, приплетенной гладкими веточками, выступающими в качестве пола. Фундамент возьмем себе. Хорошо. Как там у нас крафт идет? Шикарно, друзья, у меня есть штаны. Вот это я понимаю. Также у меня есть копье и куча-куча ягод. Похоже, они пропадают. Снизу, наверное, это полоска годности продукта. Поэтому я просто объемся ягодами как следует. И все у меня будет замечательно, да? Что, по голоду? Что-то не сказать, что я наедаюсь ягодами. А, нет, восполняется голод. Но довольно медленно. Что с водой делать, я не знаю. А, вода тоже растет наверх. Ну, потому что в ягодах содержится жидкость. Логично ведь, правда? Но нужно найти воду. Воду, которая была на старте, пить нельзя. О, мясо тоже умеет протыхать. Протухать, прикольно. Нужно найти озеро. Ну, может, оно где-то там будет. Так, костер. Сперва костер. Костер готов поджигать, не поджигать его. Не знаю, сбегаю за водой. Я примерно помню, где находится наше новое жилище. Жесть, аж земля содрогается под его поступью. Это, это прям вау. Такое ощущение, будто я даже двигаться не могу. Персонаж будто оцепенел. Это что, медведь? Это какой-то саблезубый свин. Фиомия. Ну, фиомия, фиомия. Вода нужна, ешкин кот. Опа. Вижу хищников. Буду таскать в руках копьёна всякие пожарные. В таких зарослях могут скрываться маленькие... Кто ты такой? Вы отравленные! Меня отравили жуки! С ума сойти, жуки! Титана, муравей, солдат 51-го левела. Может быть, вообще зря попёрся в эту местность? Кто бы мог подумать, что... Там будет... Так, вещей у меня нет. Похоже, за ними нужно сбегать, да? Потому что вроде бы как бы они и есть тут. Левел у меня остался. Все вещи потеряны. Ну, если... Зуропот бы не вмешался... Вероятно, получилось бы даже победить. Но из-за лютой тряски камеры... Короче, это не самое лучшее место для жизни. Вот что я понял сегодня. Не стоит там тусоваться. Заберу свои вещи и будь здоров куда-нибудь. Кто? А, я замерзаю. Бляха, муха. Думал, меня... Меня грызут! Почему в этом мире все хотят меня съесть? Человек же находится на вершине пищевой цепи. А не на... На низу. Не на днище. Хотя сейчас я был на днище, по сути. Вместе со скатами. Ну, больно! Сколько у меня хп-то осталось? Непонятно. Половину хп потерял. Давайте здоровье прокачаем. Также прокачаем соломиный... Кожаный спальный мешок. Соломиный... Дверь. Ной проем. Соломиную стену. Хочу себе жилище сделать, чтобы ни один... Титана-муравей туда не забежал и не погрыз меня. Так, а место, где я погиб, как-то подсвечивается на карте? Ага, я даже не понимаю, где я на карте нахожусь. Честно говоря. Ха-ха-ха. Ну, я примерно помню, где я погиб. Там мое копье. Кирка. Костер. Зауропот, уходи с этой местности. Да, я тобой полюбовался. Прикольный, большой, здоровый динозавр. Но ты, блин... Ну, я уже не найду это место. Так, тут где-то был костер мой, да? А потом я побежал вон, 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 вон вижу. Класс. Хотя, если на краю тусоваться, можно быть в безопасности. Но все же я покину эту местность. Луч указывает на мой труп или... Стоп, я... Да, это должен быть мой труп. Ну, по логике, правда ведь? Смотрите, ящик... Ну, какой же ж ты, муравей-то? Да ёпперный пипец! Класс! Класс, короче. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Там тусуются... Муравьи. Понял, принял. Мне там не рады. Похоже, придется тусоваться все-таки здесь. Самое лучшее место. Давайте я соберу немного ресурсов, потому что... Ну, нафиг. Ну, нафиг. Меня опять убили дилофазавры. И в итоге, друзья, удалось все же найти классное место под солнцем. А точнее, под этим большим деревом. Здесь нет агрессивных динозавров. Бегают только травоядные. Летают какие-то рыбоядные птеранодоны. Ну, и большое место для развития моего первого поселения. Давайте этим прямо сейчас и займемся. С водой придется пока отложить в сторону вопрос. Буду питаться ягодами. Что я, в общем-то, сейчас и сделаю. У меня есть вот такие тинтаберри. Эта красная ягода в основном растет на больших полянах. Вкусная и может быть использована в создании красной краски. Я ее просто поем. Не знаю, много красной ягоды. Далее мне не помешает создать еще одно копье. Опа, глядите-ка. Что это за малыш? Малыша этого зовут Трилобит. Он же съедобный. Сто пудово съедобный. Зажарю его на костре. Трилобит, стой. Я должен выесть все мясо из твоего панциря. Черт побери. А ведь действительно у него 31 левел. И может даже не получится его пробить. Но зато сколько в нем будет мяса. Да остановись же ты. Он бессмертный? Он бессмертный, друзья. Нет, он не бессмертный. Отлично. Разложится через 30 минут. Мясо из него мы получили. Давайте попробуем теперь его пожарить на костре. Так, удерживайте для дополнительных... Посмотреть инвентарь. Вот так, да. Могу ли я положить туда мясо? Вопрос. Да, смотрите-ка, мясо положили. Но будет ли оно готовиться? Ну, по логике, вещей должно. Появляется уголь после того, как древесина сгорает. Все логично, все классно, приятно. В общем, пускай оно жарится. Надеюсь, не сгорит. Ну, а я пока добуду немного древесины. И сделаю себе копье. Уже пора. Уже должно хватать. Потом буду задумываться уже об одежде. Ну, нормально, друзья. А выживание пока получается. Не спешно, конечно, но потихонечку, полегонечку. У нас появляется соломенное перекрытие. Соломенная даже дверь. Чтобы ко мне никто не захаживал. Седло для фиамии. Используйте это снаряжение, чтобы оседлать фиамию. Ха! Фиамия это хорошо. Только кто это? Фиамия. Ну, окей. Все равно изучить я этого пока не могу. В общем, будем иметь в виду, есть какая-то фиамия, на которой можно ездить. Вероятно, это один из маленьких динозавров. Например, вот этот. Ну, это ж не фиамия. Это... Мосхопс, который ходит, просто откладывает свои богатства. А я их забираю. Черт, костер потух очень быстро. Ну, что там с едой? Жареное мясо. Шикарно, друзья. Ух, вот это я понимаю. Первобытное мясо из доисторического животного. Что может быть прекрасней? Прекрасней может быть только одежда, которая будет меня согревать. Сделаю я теперь, пожалуй, ботинки. А для ботинок не хватает кожи. А вот это уже проблема. Придется, похоже, кого-то ради этой вещи завалить. Например, дружище, Шмобс, Хмобс, как тебя там зовут, не могу запомнить. Мохопс, 10-го левела. Чтобы покормить его, поместите в слот редкий цветок. Стоямбочка. Мне нужна твоя кожа, друг. Она меня согреет. Шесть. Я ему всю жопу уже проткнул 10 раз. Он все еще бегает. Ну, хорошо, что хоть не агрессивные. Неужто у этого животного не было никаких инстинктов самосохранения? Защитных каких-то способностей. Даже корова будет защищаться, если на нее начнут нападать. А этот чувак просто убегал. Как-то странно. Возможно, на ранних этапах эволюции просто эти механизмы защиты, они просто не успели выработаться. Вот и все. Так, ну что там по коже? Сколько у нас кожи? Есть ли она вообще? Есть кремень, какахи. Стоп, а где кожа? А, его еще потыкать надо. Ха-ха, тогда кожа появится. Черт! Сколько из него мяса и кожи выпало. Ну, просто шикарно. Ох, сейчас оденусь с ног до головы. Ну и броньки немного даст. Это нам тоже неплохо. Еще тело. И дальше волокно для шапки. Волокна пока нет, к сожалению. Так, вверх. Ноги. Шикарно. И теперь волокно. Ну, волокно можно собирать прям вот оно. Прям под руками лежит. Бери, не хочу. О, дофигища волокна. Так. Тоже волокно. Хотя нет, это просто трава. Это не волокно. Во, волокно. Да. А листья можно собирать? Нет, листья нам не нужны. Ну, что, давайте уже по... Нет! Глядите, кто сюда идет. Ну! Это же мой маленький рай на земле. Дилка хочет отжать мой костер, мое мясо, мою кожу, мою одежду. Подошел, что-то посмотрел, подумал. Иди-ка ты, Дилка, своей дорогой, а. Хотя, может, броня, которую мы сделали, поможет как-то защититься от Дилки? Все-таки это лучше, чем было раньше, когда я с ними сталкивался. У меня были голые кулаки, не было одежды, и Дилка прокусывала мне кожу до самых костей. Неприятно. Так, здоровье, выносливость, кислород, еда, воду еще раз прокачаю. Не знаю, почему. Мне кажется, что если я буду прокачивать воду, все будет отлично. Бурдюк есть? Надо бурдюк изготовить, друзья. Может, из бурдюка получится пить воду? Ну, точнее, правильнее сказать, набирать в бурдюк воду, а потом из нее ее пить. А вообще, какой-нибудь опреснитель было бы здорово создать. Ну, ладно, вот бурдюк на цифру 7, да? И почему-то я не могу его использовать. Почему? Он как бы есть, но как бы я не могу его использовать. Вероятно, из-за того, что в нем нет воды. А воду хотелось бы... Вы замерзаете, отлично. Это не та вода. Похоже, в этой серии я точно не смогу решить продуктовый вопрос. Вы посмотрите на этого засранца. А вот это мое место гибели. Предыдущее. Какого ловела дилка? Я по-любому должен его одолеть. Иди сюда. Плюнуть в меня хотел, да? Я сам к тебе плюну. Ха! Как тебе такое, дилка? Фух. Так, с этого мы забираем. А, костер полностью... Похоже, придется костер делать заново. Но я хочу зажарить мясо дилки, чтобы оно не пропадало. В общем, что я еще понял, друзья? Постоянно нужно поддерживать пламя в костре. Иначе просто-напросто он зачахнет, костер. Опять кремень один. Давай же мне нужен камень! Дай мне немного камня! Жесть. Все сломало, камня нет. Вот это камень должен быть. Опять кремень. Камня. Можно мне? Чуть-чуть хотя бы камня. Он мне, кроме как для костра, пока не нужен, но все равно. Ну, довольно много камня. Кирка сломалась еще, к тому же. Пипец. Хотелось бы создать каменную кирку. Ой, каменную, говорю. Металлическую. Но для этого нужны технологии. Для этого нужно сражаться с динозаврами. В общем, сперва сделаем новый костер. Что нам требуется для фундамента? Волокно. Сейчас все упирается конкретно в волокно. Это мы выкидываем, да? Не знаю, можно ли ее починить. Похоже, что нет. Выбросить. Ремонтировать можно было ее? Можно кирку ремонтировать. Класс. Шикарно. Так, костер. Пускай будет на восьмерку. Устанавливаем его сюда. И... Подбирать я не хочу костер. Я хочу посмотреть инвентарь и положить туда немного древесины. 8 единиц. Нормалды должно быть. Ну, а дальше волокно. Как всегда. Куча волокна. И куча древесины. Хорошо, что когда ресурсы добываешь, левел вроде как тоже прокачивается. Это прям приятно. Здесь нет волокна. Здесь есть волокно. Ну, и одно дерево я, пожалуй, срублю. И будем стараться строить уже фундамент вокруг костра, наверное. О, нифига. Что-то быстро дерево срубили. Толком ничего для этого не сделав. Костер разжигать я пока не стану. Зачем? Нам нужен фундамент. Так, для фундамента у нас не хватает древесины. Очень много древесины. 6 штук целых. Да почему дерево-то с одного удара падает? Во, уже другое дело. Вот здесь древесины много. Прекрасно. И тут древесина есть. В маленьком, тоненьком, худеньком деревце древесины больше, чем в огромном гиганте. Вом мистика. Во дела. Так, ремесло. Ну и, наконец-то, фундамент. Сколько его нужно сделать? Насколько он большой? Давайте начнем с одного. А дальше будет видно. На фундаменте можно спать. Тогда змеи не будут заползать тебе за шиворот и грызть тебя. Наверное, это хорошо. Так, я нажал 8. И что происходит? Во. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, друзья! Так. Ну не надо мне его криво ставить. Просто вот так. Отлично. И еще фундамент. Ха-ха-эй! На нем можно будет спать, строить свое жилище соломенное. И все у нас будет прекрасно и просто замечательно. Но мне нужно больше фундамента. К сожалению, больше сделать его пока не получится. Нужна древесина. Придется какое-то время потратить именно на добычу древесины. Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Это такое, можно сказать, начало. Попытка разобраться, кто здесь злой, кто не очень, кто съедобный, кто не очень, где достать воду, как что-то создать. Ну, умер, но в целом жив. До новых встреч, друзья! Удачи и пока! Счастья вам! И больше динозавров!